Возможно, вы сейчас будете плеваться, потому что лайфхак, о котором я расскажу дальше, мягко говоря, подходит не всем, а кому-то даже может навредить. А я вам напомню, что лайфхак по определению зависит от той жизни, которую он как бы взламывает. Поэтому лайфхаки у каждого свои. И есть смысл пробовать разные. Какие-то действительно окажутся для вас негодными и отвалятся, а какие-то сработают и будут приносить пользу много лет. Перемещение в пространстве отнимает уйму времени. На работу, с работы, в школу, из школы, в спортзал, из спортзала, в магазин, из магазина. Если посчитать, сколько на это уходит времени, может стать просто дурно, потому что время вполне может оказаться сопоставимым с тем временем, которое тратится, например, на работу. Откройте карту города и найдите там место, максимально близкое ко всем необходимым вам объектам. После этого перейдьте в это место. Обычно удобный радиус составляет полтора-два километра. Польза этого хака очевидна. Он позволяет сэкономить бесценное и невосполнимое время жизни. Но деньги тоже можно сэкономить. Так как передвижения становятся не нужны, можно сэкономить на транспорте, а машина становится не очень-то не нужна. Обычно все рядом бывает только в центре города, а недвижимость в центре города зачастую дорогая. Да и доступ к природе в центре города не всегда самый лучший. Хак «Все рядом» я открыл совершенно случайно. Большую часть своей взрослой жизни я провел практически на окраине города и даже не замечал, что в этом есть какая-то проблема. Например, я возил ребенка в спортивную секцию несколько раз в неделю и стоял каждый раз в ужасных пробках по несколько часов. Кто живет в Ростове и знает, что такое пробка на кольце Малиновского, тому привет. Когда я переехал в Москву, мне случайно повезло. Я оказался в месте, где действительно все было рядом. И парки, и школы, и магазин, и офис, и метро. Везде можно было добраться за 15 минут. С тех пор, в каком бы городе я не жил, я стараюсь уже осознанно выбирать такое место, где все было бы рядом. Например, сейчас я уехал в Ростов и уже целенаправленно выбрал подходящее место. Если у вас уже есть жилье далеко от места, где все рядом, его можно сдать, а снять более подходящее. Радиус удобства 1,5-2 километра, но его можно расширить до 5-7 с помощью электросамоката. В отличие от машины, электросамокат не боится пробок. И, кстати, зимой тоже прекрасно работает. Спасибо за внимание. С вами был Николай Таверовский. Смотрите советы по управлению и становитесь круче!